Добро пожаловать на канал Жизни в Бельгии! Меня зовут Вероника, я уже более 20 лет живу в Бельгии, и сегодня поделюсь с вами моими заметками о жизни здесь. Какие будут факты о жизни в Бельгии, которые вам просто надо принять как факт? Это не плюсы, не минусы, это просто жизнь как есть. Поэтому, если вам интересно, продолжайте смотреть. Первый факт о жизни в Бельгии, это то, что дети в школе могут сидеть на асфальте или просто на полу. Неважно в какую погоду, это может быть и зимой, и летом, и осенью, и весной. То есть они могут так ждать своих родителей, они могут так играть в игры с учительницей. А также сами юфро могут сидеть на полу, то есть никто в этом ничего не видит, что дети как-то заболеют, что для девочек это плохо. Поэтому вы, как мама, должны просто заранее подготовить своего ребёнка, чтобы он по-другому как-то садился, если их садят на пол, чтобы как-то ножки ставил, чтобы не на попе сидеть. Поэтому просто это такой факт о том, что в школах дети могут сидеть на холодном полу. Всё. А также скауты, которые, ну, это типа лагерь, они зимой и летом одним цветом. Это я имею в виду, что они зимой и летом в юбках и шортах. То есть какой бы мороз ни был, дети до, там, не знаю, 14-16 лет ходят в шортах с короткими, то есть в таких шортах, я не знаю, выше колена. Самое главное, без колготок. Ноги фиолетовые. Но, но самое главное, на шее висит огромный толстый тёплый шарф. Поэтому они всё-таки тепло одет. Вот такой первый факт. Я думаю, просто вы, как родители, должны с этим смириться. И просто, возможно, отпустить весь этот негатив, который на вас в голове польётся, что бельгийцы не такие, как мы. Да, они не такие, как мы. Просто они под... Это их жизнь. Они же не приедут к нам в Россию и скажут, вот, живите так и делайте так. Либо нам интегрироваться, либо не интегрироваться. Это ваш выбор. Это замок Тивли. Находится в парке Тивли, конечно, в Мехелине. Вот в этом замке находится ресторан. И здесь часто можно увидеть свадьбы. И... Или он побежал. Так что, да, почти в каждом городе есть свой замок. Всё? Пойдём дальше? Второй факт о жизни в Бельгии – это то, что не во всех школах есть горячие обеды. И сейчас, особенно с этой ситуацией в мире, или в Бельгии, во многих школах даже их отменили. Но, если обеды есть, они очень вкусные. Нет, в зависимости от школы. Потому что наш сын ходил в одну школу в одном городе, где мы раньше жили. Он ненавидел эти горячие обеды. И с удовольствием кушал бутерброды. И я давала с собой бутерброды и овощи. Сейчас вот Леон ходит в другую школу и с удовольствием кушает горячие обеды. Кстати, чем тебя кормят в школе? Расскажи, что тебе последнее? Чем тебя кормили? Последнее? Да. Луковица? Да. Курица? Курица. Луковица. Эй, луковицу ел? Прям лук? Нет. Курица. У меня такое фиолетовое ело, да. Ну, короче, он иногда даже, ему можно накладывать даже по 2-3 тарелки ты съедаешь, да? А каждый четверг их фритчес, да? В продолжение о еде в школах, что если нет горячих обедов? Тогда дети едят бутерброды. Это могут быть сандвичи, сандвичи с сыром, сандвичи с колбасой, с шоколадом или даже с вареньем. Кто едет в Бельгию, обязательно посетите прекрасный парк Тервюрн. Это Африка-музеем или музей Африки. Он недавно открылся, но опять закрылся. Вот это парк. Тоже в Тервюрн, в принципе, самый знаменитый, поэтому вы его обязательно... Мне честно. Не жаркайте, не холодно? Очень сягко. Третий факт о жизни в Бельгии, это то, что вы наверняка это заметите и будете делать то же самое. Переходя пешеходный переход, все, ну как большинство людей, делают вот такой знак «Спасибо». То есть показывают ладошку. Это, наверное, так же, как и водители останавливаясь, как-то кивают или вот так показывают. Но чаще всего именно пешеходы всегда благодарят вас за то, что вы остановились перед ними. Ну, еще есть другие знаки, которые показывают, если мы не остановились. Но чаще всего никакие знаки, кроме этого, не показывают. Ну что, познакомьтесь, это замок Аренберг. Находится в маленькой деревне, ну как деревне, это Дилгемейнта в Анлюевен, Гейверли. То есть это рядом с Левеном. Наверное, вы знаете или еще не знаете. Здание принадлежит Каю Левен, это один из знаменитых университетов Бельгии. Католический университет Левена. Вот, и это как бы здесь находится факультет инженерии и еще какие-то, наверное, архитектуры и так далее. Мы с Андрюшей приехали погулять. Да, Андрюшка? Да? Посмотреть архитектуру. Погода сегодня не очень, но вот этот мини-парк. Вон там находится ресторан. Это все, в принципе, вот эти все здания тоже принадлежат Каю Левен. Кстати, чем славится он, ну как славится, его, наверное, знаменитые, это вот эти, они как бы из груш, вот эти, я не знаю, как они называются, купола. Не, не купола, я не знаю. И на них сверху, я не знаю, смогу ли я вот так при этом, находятся орлы. Так что здесь прекрасное место для прогулок, большой парк. Я думаю, что кто живет в Левене или кто будет переезжать в Левен, здесь будет прекрасное место для вас, для прогулок, ну вообще. А вот, кстати, написано, факультет инженерс-вейтеншапа. Да, я обожаю просто архитектуру, это вообще фламандская архитектура, как бы, и там все, всякие намешано. Я не эксперт, поэтому просто показываю, вам рассказываю, что знаю, и здесь просто красиво очень. Ну, и вытекает, наверное, из этого следующий пункт, это то, что бельгийцы очень любят свою машину. Хотя в Бельгии очень развит велоспорт, весшие прогулки, ну, футбол, что там еще, разные виды спорта. Да, бельгийцы очень любят свой автомобиль, они даже могут 2 километра проехать на автомобиле, в булочную, купить хлеба и поехать обратно домой. То есть, особенно сейчас с этой ситуацией в мире, многие боятся брать общественный транспорт, потому что, хоть и говорят, что больше будет автобусов, например, чаще всего там в час пик очень много народу, поэтому... Мы приехали в Атерлоу погулять. Мама, Атерлоу, это просто название или это город? Это город и название, место, где было сражение Наполеона. Это когда... Вон он, Наполеон, смотри, видишь? Пойдем, покажи тебе. Это Наполеон. Вот этот, да. Там Орел. А это ресторан, который закрыт. Красиво. Мы хотели подняться вот на эту лесенку. Сколько там лесенок, Леон? 226. Ну, а сейчас все закрыто. Пойдем просто обойдем тогда. Мама, а там открыть там можно закрыть? Не, закрыто, Леончик. Ну, потому что это платно. Видишь, панорама там заходить. Вот сюда надо сначала заходить. Там музей Бонапарта, наверное, или что тут такое? Тут парковка. Непонятно ничего. Видишь лесенку здесь? Панорама здесь. Я хочу 200. Так гуляем. Леончик, ты где? Леон любит так же, как и я, путешествовать. Так, у меня трясется камера. Теперь Андрюша путешествует вместе с нами. Сегодня холодно. Теперь холодно в Бельгии. А в Испании? В Испании тоже холодно. Вон он, наш лев. Кому мы приехали. Где? Надеюсь, скоро откроют. И можно будет подняться. Сейчас они закрыты. Так что погуляем пока здесь. По тропиночкам. Это очень плохо. Ну и пятый факт о жизни в Бельгии, это то, что, ну, несмотря на то, что бельгийцы очень любят свои машины, очень любят путешествовать на машине, они также любят велоспорт. Я, ну, ежедневно выхожу на канал, прохожу примерно 10 километров, в час пик это кошмар там. Например, в субботу, в воскресенье и в среду, потому что в среду короткий день в школах, эти дорожки усыпаны велосипедистами разных, как курсовыми велосипедами, так и такими спортивными. Люди гоняют, будьте осторожны, будьте осторожны с этими велосипедистами, потому что многие из них едут 50 километров в час, они все в одном и том же костюме. Так что, если кто-то на вас наедет или наедет на ваших детей, они чаще всего остановятся, но есть те, которые прокричат вам вслед плохое слово и скажут, что вы подвинулись, и они же вам, типа, дали звонок, что они едут. Поэтому будьте осторожны, они могут в вас врезаться. Не слушайте музыку, когда вы гуляете на таких дорожках, а просто будьте осторожны, особенно если вы с детьми, могут наехать сзади. Прямо перед нами упало несколько велосипедистов, когда мы поднимались на мост, упали. Один чуть не разбил себе голову, второй чуть не наехал на Леона, на сына, и не остановился. А также берегитесь бабушек и дедушек на таких электрических велосипедах, потому что они гоняют еще похлеще, чем эти другие велосипедисты, но они такие при наряде, с кудрями, но чаще всего они так же быстро едут, как и обычные велосипедисты. Есть даже случаи, когда они упали в канал, поэтому они тоже, их надо тоже очень остерегаться. Но это приятно на это смотреть, много всегда людей бегающих, много людей, кто ходит на канал, много гуляющих, много велопрогулочных таких дорожек. И вот здесь проходила битва в Атерло, вот здесь. И здесь сражались около 200 тысяч солдат, людей и 35 тысяч лошадей. А? Сколько лошадей? 35 тысяч. 35 тысяч лошадей. Так что я читаю. Так что вот здесь это все происходило. А тут у нас. Ну вот я читаю здесь, смотри. Написано тут, видишь. Я знаю, где написано вообще. Это место, кстати, в Волонии. Здесь все, кто гуляет, говорят на французском. Потому что заодно можно потренировать французский язык. Закат. Сонышко садится. Красиво. Это были все, нет. Ну что, нет, подожди. Сейчас. Так, это была первая часть. Была первая часть фактов о жизни в Бельгии. Скоро будет вторая часть. Поэтому не забывайте подписываться, ставить лайки и оставлять ваши комментарии. Андрюша так смотрит. Хорошего дня. Всем большой вам привет из Бельгии. И пока-пока. Влогу. Ну что, елочка в Хасселт стоит. Ой, тетя пошла. Это центр Хасселта. Не буду рассказывать, что тут. Людей, люди. Так. Так что вот так. Все, есть ли. Какая-пока. Тетя пошла. Тетя пошла. Тетя пошла. Там есть ты. Ты чего?